всем привет мои дорогие добро пожаловать валенка блог сегодня видео будет по запросу мне написала девушка попросила рассказать про ароматы которые вот прям на данный момент люблю больше всего а я подумала почему нет все проходит все меняется как бы мы изменяемся мир вокруг нас меняется меняется сезон и меняется наше настроение какие-то привычки вредные полезные да они тоже влияют на ароматы которые мы любим то я люблю какие-то свежие ароматы то мне нравятся такие прям бьющие на отмашь да то какие какая-то такая пряная сладенькая гурманика в общем все это такое зависит все это от настроения такой водоворот такой вихрь вот давайте расскажу вам о ароматах которые ну реально вот мы прям сейчас топ 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 1 2 3 4 5 6 7 топ 7 ароматов за последние несколько месяцев вот прям моим жемчужины жемчужины которыми я постоянно вот пользуюсь и люблю это не значит что я другие не люблю вот эти вот прям мои какие-то маст хэвы сейчас да я без них не могу так первый аромат это вот прям какая-то для меня супер новинка открытие новинка в плане относительно недавно у меня появился но тем не менее уже слетал со мной в китай в таиланд и прилетел обратно и до этого тут носился активно и сейчас носится ну вот расход к слову аромат дико дико стойки что это за аромат это у нас крит фантазия до флёрс цветочная фантазия вот так вот он выглядит этот крит очень красивый флакон ну и аромат достойный я когда его попробовала в магазине мне он ну из всех больше всех понравилось из всех больше всех еще у них мне очень понравились апельсины мандарины и что-то такое orange чего-то там но вот эта история как-то мне ближе все-таки тут цветы а когда только он меня появился это была уже осень зима 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 и было так у нас не до снега конечно но прохладно он чудесно чудесно просто раскрывался всевозможными цветами фан цветочная фантазия что мы имеем мы имеем просто какая-то цветочная фантазия из цветов которые только можно себе представить плюс еще от от погода моего какого-то микроклимата цветы и меняются тут то больше роз то больше ирисов то больше гиацинтов тут у меня гиацинты вылезли откуда-то с нарциссами а я их вообще в парфюмерии не люблю а вот тут они оказались в общем очень странно вообще как бы по но там здесь у нас помадная роза роза с ирисом с какими-то там жасмином может быть в общем здесь я вам говорю тут такой микс что ни день то сюрприз в таиланде это было просто вот охапка абстрактных цветов душистых вот просто душистые цветы невозможно было расчленить что же там то то ли роза то ли там ирис то ли какие-то ландыши то ли я как повторюсь какие-то гиацинты но это было настолько мощно и настолько для таиланда стойко потому что там все-таки жара совсем другая там жарко и очень влажные то есть все ароматы с тебя вот просто слетают на раз два три то есть не надо ждать там какие какой-то стойкости даже даже самые стойкие они не будут прям вот сильно держаться ну и плюс конечно ты постоянно там тебе жарко ты плаваешь там уже не до ароматов not вечером когда ты уже весь такой чистый всю соль весь песок себя смыл значит морской вот это вот чудо чудо вот просто чудо знаете вы носите аромат конечно для себя и вот для меня это аромат как найти моя такая вот самая красивая и наряд такой до красивое одеяние какое-то вот мне в нем комфортно мне в нем красиво мне в нем дышится хорошо вот это вот моя цветочная фантазия повторюсь иногда он такой сладковатый бело цветочные на грани дольности иногда он вот именно такой бодуарный помадный где много роз много ирисов и так далее а вот недавно интересно это вот он уже из таланта приехали в таланде я говорю такой вот прям вот цветы и цветы и цветы и невозможно разобрать что именно когда мы приехали вернулись я опять в нем ходила и то ли на такой прохладе то ли я не знаю ветер поменялся вышел именно вот нарцисс и гиацинт который я не очень люблю в парфюмерии неплохо вылез и обратно спрятался то есть как бы это это не основные там цветы этого этой истории в общем это очень красиво если вдруг ищите такой ну прям ну для меня это да идеальный цветочный букет без каких-то пудровых особо в отклонении без акцента на бело цветочность и какой-то индольности то далее вот это вот что то такое но каждый здесь найдет свое мне кажется ну и стойкость если я не говорю про влажную жару вполне приличная ну до шести часов вы можете смело очень мало его нужно прям буквально микро микро птичка и пошли классный крит фантазии de fleurs рекомендую если любите цветы следующий аромат ну абсолютно другая история взяла его тоже с собой в поездку это офисин бюли бюли 1803 французский дом аптека в общем все как мы любим все старинное все с историей и у них вот есть такие воды говорю воды потому что все ароматы там на водной основе здесь нет ни спирта содержащего ничего нет все ароматы на воде они такого белого цвета когда вы пшикаете и можно пшикацию ну просто вот везде можно младенцев пшикать лучше наверно не стоит но тем не менее как бы здесь у нас роза аромат с розами еще тубероза есть мед есть аромат посвященный лувру но вот эта роза вот сейчас почему то вот такая вот моя любимая вы знаете она где-то я читала что роза такой цветок который оберегает своего носителя если это аромат там розовое масло еще что-то она вам делает такую protection до протекцию защиту такую некую придает и вот в этой розе вот почему-то мне кажется что она такая вот защитная кому как бы мне не нужна защита я имею ввиду вот именно вот какого-то такого вниз не спокойно вниз не так душевно еще сейчас странную вещь скажу вот именно эти ароматы мне нравится наносить на ноги особенно летом да вот когда вы носите там ну там шортики или что-то короткое или какое-то платье такое воздушное да у вас просто россии ли на ноги тут не душит а вот как-то вот когда у вас колышется эти юбки и вот эти вот ароматы ну очень круто то есть я прям нашла вот какой-то мне кажется новый вид распыление аромат попробуйте именно летом ну и скорее вот вот с какими-то такими на водной основе ароматами это будет работать наверное если а раситься какими-то другими ну можно и теме в общем очень интересно да это прям выставляла ногу и так и очень круто мне почему-то понравилось роза кремовая такая чуть-чуть стальком очень чистая очень такая натурально звучащая слегка сладковатая ну прекрасный прекрасный аромат прекрасные вот флаконы я очень люблю офисе на универсаль бюли у меня был и уход зубная паста у них фигня а все остальное хорошо ну в общем попробуйте если вдруг есть доступ к этому бренду я конечно я прям мечтаю вернуться и зайти к ним опять в аптеку у них сейчас вышла новая линейка садовая со всякими такими знаете нежно фисташковые там флаконы и ароматы сада морковь с чем-то свекла с чем-то то есть вот такие вот очень хочу попробовать так что вот этот аромат тоже я приношу люблю и обожаю последнее время один из моих самых любимых следующий аромат la perla бесподобный красоты флакон на мой взгляд just give me roses вот видите меня прям розы розы и на розе вот видимо у меня сейчас такой период розовый красивые флаконы у la perla объем конечно впечатляет здесь бум-бум-бум здесь 120 миллилитров но по-моему есть еще поменьше роза тоже здесь роза но тут конечно роза такая когтистая вот у нее прям такие цапки царапки я ее носила когда было вот максимально холодно у нас по нашим меркам возила сына на теннис а там что такое у них маленький урок что ну смысла куда-то уезжать не было ну и пока сидела смотрела так делали что не смотрела на самом деле так поглядывала он не любит когда на него смотрит вся укутанная то есть меня есть такая шубка из чебурашка вот я в этой чебурашки смотрел и вот вся вот в этом аромате готов сейчас таки хорошая ассоциация он реально грел он реально так красиво в нем вот было ну вот выйти куда-то ты его чувствуешь тебя приятно что это у тебя такой аромат такой вот он прям знаете элегантный в то же время такой немножко как сказать там ну не китчевый а такой элегантность на грани такого вот такой дерзости то есть как вот французские актрисы да хотя это итальянский бренд но мне почему-то представилась там джейн биркин например да элегантная то есть все так просто но там где-то небрежно волосы небрежные какие-то я не знаю корзинки там вот все такое и бриджит бордо тоже вот все вот это ну не знаю почему ты мне вот так вспомнилась может быть не то ассоциации но вот какая-то такая ассоциация с ними пошла а красивый сделано просто заглядение здесь у нас розы здесь у нас пачули и здесь у нас какие-то древесные нот ноты граничащие с удом я вот не уверена если тут тут или нет ну по моему сто процентов есть потому что я его чувствую но он здесь такой прям мягкий тягучий пушистый ласковый очень красивый аромат я счастлива что он у меня появился с удовольствием ношу и будет возможность расскажу о других представителях линейки но вот пока как по нет возможности вот так что обратите внимание на произведение ла перла красивые очень красивые ну и just give me roses это вот мой сейчас фаворит так это был номер три давайте теперь от роз уйдем в другую какую-то все-таки немножечко ипостась а что за прелесть какая красота фарфор стекло масса а это у нас аромат от думать рис ванно там бельгийский дом аромат называется ссуа 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 малаке ссуа малаке а ну в общем да вот так он называется а что здесь у нас что почему я вот так люблю почему я его уважаю ну конечно воспоминания когда он у меня появился это все очень прекрасно мечта сбылась побывать в бутике дрис ванно там попробовать эти ароматы потому что у нас их как не было так и нет и если не знаю наверное в австралии они никогда и не будут а тут вот прям вот так все я распробовала ну и этот конечно был самый 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 на мой тогда вкус и вот сейчас когда меня тянет на какую-то такую приятную гурманику без зашкаливания сахара без зашкаливания ванили и там еще что-то я беру ссуа малаке 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 вот этот аромат что у нас по нотам но там здесь у нас франция по нотам у нас париж по нотам у нас начало весны жареные каштаны долгие прогулки вдоль воды вот этот вот будоражащий дух начала весны и что-то такое и вообще изначально парфюмер была вдохновлена платьями дизайна адресова нотана шелком всеми вот этими вот нежными скользящими фактурами как бы которые подчеркивают вашу женственность подчеркивают вашу красоту и вот этот аромат она попыталась им воссоздать вот это идеальное шелковое а платье да вот такой вот прям вот ваша 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 как ваша вторая кожа и действительно до аромат очень такой телесный очень приятно его носить здесь у нас каштан здесь у нас немножко ванили какие-то я не знаю может быть цветы вот в целом это аромат настроения тут не надо вообще его расчленять на какие-то ноты каштаны до каштаны я чувствую вот именно вот эти жареные которые на таком еще холодном до воздухе много-много-много-много от них аромата очень красиво это все выглядит в общем что то такое да в нем есть совершенно определенно так что вот мой фаворит но наверное он всегда будет моим фаворитом ну как это можно не любить он очень отличается от всего что у меня есть моем парфюмерном шкафу что в основном у меня такие розы и белые цветы немножко кожаных ароматов но вот такого вот прям явно гурманского у меня крайне мало вот он достойный достойный пример я считаю адрес ваннота постарался со своими парфюмерами а следующая вообще совершенно такая история другая показываю мой аромат в котором я хожу стабильно дисциплинированно заниматься за фитнесом это роза горденья фокусируйся видите роза горденья от santa marina vela в новом дизайне новый ароматик такой у меня здесь 50 миллилитров 50 миллилитров уже вот столько израсходовано давно я его привезла из флоренции тогда он только вышел некуда красивый дисплей мне безумно нравится наверное надо было брать 100 миллилитров что-то я тогда подумала ну мы же путешествуем зачем а на самом деле вот санта марию берите по 100 вот но я вам реально говорю не пожалеете возьмете по 50 пожалеете что ведь не взяли на 100 легкие воздушные не кричащие очень такие элегантные породистый аромат роза горденья вот просто нежность в флаконе чистота во флаконе как говорила моя подруга как говорила моя настя она горит под это аромат счастливой женщины это так мне понравилось но реально он вот да он пахнет счастьем пахнет какой-то такой негой расслабленностью когда некуда бежать некуда спешить ничего но я в нем бегаю я в нем бегаю регулярно в зале и мне это безумно нравится то есть он у меня какой-то такой вот прям моторчик несмотря на его такую нежность несмотря на его такую ласковость он такой очень вот какой-то такой вот прям настраивает я поняла что носить в зал какие-то такие мощные тяжелые ароматы во первых для окружающих это тумач ну и для вас не очень хорошо а вот это вот самое то надо попробовать еще какие-то ароматы от санте-марии новеллы ну вот роза горденья просто идеально подошла под мои походы в зал и у нас осталось тогда вам два аромата два аромата от одного бренда докатайтесь какого правильно это килин вот под силы я на килин что я вам могу сказать первые вот которую ну не каждый день нет ну практически то есть рука тянется постоянно но я себе говорю что типа угомонись у тебя же вот сколько выбери что-то другое иногда выбираю но чаще не а plain with the devil какая это чудесность какая это красота обожаю аромат у меня появился на мой день рождения в апреле он был вот я вот вижу на просвет вот столько вот от шик она вообще я небольшой поклонник ароматов было с черной смородиной вот было вообще не поклонника первый раз когда я попробовала plain with the devil я просто вообще не поняла что это за кошмары как вообще можно это любить носить покупать как ну вот он не запах я про него думала и все время думала что надо бы мне его еще раз попробовать и мы ходили с нашими друзьями как это подарки выбирать на мой день рождения вот я пошла опять попробовала ну и мужчины сказали ну это же супер это такая красота это аромат куртизанок у нас еще нет ароматов куртизанок надо брать но вы взяли в общем аромат куртизанок он теперь у меня есть в нем какая-то такая нота раздражающая животное ну это вот черная смородина иногда делает со мной такие шутки странные но в целом это просто такая вот знаете неповторимая какая-то свежесть вот вы когда в этом аромате да для меня он свежий когда я в нем я чувствую как будто я вы знаете наполнена воздухом вот я лечу я бабочка такая бабочка такая большая черная вот я вот этими своими крыльями вот этот воздух такому блаженство и вот этот аромат аромат блаженство черная смородина персики белые цветы я не знаю есть там мускус или нету наверно есть потому что он такой прям животненький аромат ну это потрясающе это потрясающе красиво я очень рада что я опять его попробовала потому что я хотела изначально себе брать на день рождения опасные связи аромат у меня безумно нравится мы возьмем ну вот это побило это побило моментально ну и все мои друзья оценили так что до play nvd devil это просто мой маст хэв вот постоянно я вам говорю тянется рука а я говорю не надо и надо возьми что-то другое ну и следующий тоже киллиан вот прям буквально на днях его носила и удивилась поразилась его стойкости потому что на следующий день так получишь я голову не мыла несколько дней я сейчас у меня такие перерывы я приучаю волосы что каждый день их не мыть это вредно и ну то есть он пах от от волос вот все вот эти дни я просыпалась и ощущала вот этот запах это black phantom черный phantom киллиан ну и здесь у нас но чуть побольше расход ну я активно пользуюсь всеми ароматами знаете вы вот пойдете в мой шкаф там если аромат не супер стойки например как пчела за оладжис да мне кажется я вообще там ничего нет шикала хотя им пользуюсь то это будет это будет расход black phantom я не знаю там у нас амбреты там у нас какие-то алкогольные ноты еще что-то для меня это аромат сгущенки но сгущенки такой вот знаете из такого с ресторана современной кухни вот то есть туда вот в эту сгущенку что-то такое подмешали и она превратилась не вот в такую вот сгущенку из банки она превратилась вот что-то такое высокую кухню да вот она вот так пахнет сейчас я вдыхаю да это аромат орехов фундук сгущенка немножко кунжут я вот сейчас и вот это вот знаете мороженое афагато десерт мороженое ванильное и эспрессо туда и вот этот вот мешаешь сливочный горький вкус кофе этот что-то такое вот это вот черный фантом обожаю обожаю просто вот не могу вот до трясучки это так красиво это так необычно я помню мне он сразу понравился сразу у меня был пробник я помню тогда разнашивала ароматы пробники мне дед дала девочка в париже а уже разнашивала я их дальше и вот приобрела этот аромат ну просто не раздумывая пока носила целый день вот вечером придет пришла за ним и купила куртики и не жалею вообще ни капельки очень красиво очень красиво так что вот такие у меня были самые любимые мои парфюмы знаете мне даже самой стало интересно рассказывать я люблю про парфюмы рассказывать ну люблю так что вот это моя топ 7 подборочка на последнее время посмотрим как поменяется вкус там мой через день-два неделю но мы все очень переменчивые так что это все нормально также у нас скоро будет будет тепло будет весна это же наверное захочется чего-то более легкого но не факт я особо так это не разделяю была рада вам показать своих любимых свои любимые флаконы поделиться с вами пишите комментируйте подписывайтесь на мой канал на мой телеграм-канал все ссылки внизу прикреплены в инфобоксе пользуйтесь моей скидкой в ахер обожаю ахерп если у вас есть к нему доступ прошу пользуйтесь скидкой мне всегда это приятно я всегда вижу когда кто-то покупает и это всегда прям так здорово позволяет мне тоже немножко себя баловать так что жду вас в комментариях о ваших новинках о ваших любимых ароматов последнее время все с вами была ленка блог пока пока чао-чао так